С 5 октября полностью завершился промышленный лов осенней киты в Амуре. Но продолжался лов осенней киты в рамках традиционного, любительского и спортивного рыболовства. В Амурском и Нанайском районах до устья реки Аню разрешена добыча этого вида лососевых до 10 октября физическим лицам из числа малочисленных народов. В Нанайском районе и выше по течению от устья Аню полный запрет введен с 18 октября, в Хабаровском районе с 20 октября. Напомним, промысел горбуши и летней киты в бассейне реки Амур и Амурском лимане был завершен 12 августа. Прогнозы науки по хорошие подходы рыбы не оправдались. Ученые рекомендовали добыть 30 800 тонн горбуши, но рыба обманула ожидания и расчеты и ушла на Камчатку. В Хабаровском крае было выловлено всего 1800 тонн, а из 7 600 тонн летней киты 4 600 тонн. Объемы осеннего улова также оказались ниже изначально установленных, хоть и не в таких катастрофических пропорциях. Пробусловые компании Хабаровского края выступили за полный запрет добычи летней киты. Путины с каждым годом на Амуре все беднее, запасы лосося почти истощены. Второй сезон подряд лососевая путина в Хабаровском крае опровергает прогнозы ученых и надежды рыбаков. У нас в студии Вера Гуль, исполняющая обязанности председателя комитета рыбного хозяйства Хабаровского края. Доброе утро. Здравствуйте. Вера Владимировна, какие планы были по вылову рыбы на этот сезон? На этот сезон Путина 2018 года планы и надежды у рыбодобывающих предприятий были очень большие. Этот год у нас четный, так называемый Горбушовый, то у нас по четным годам у нас наблюдается массовый ход Горбуши в подзону Приморья, побережье Татарского пролива и в реку Амур и Лиман. Вы уже объемы по Амуру озвучили, да, они прогнозировались более 30 тысяч тонн, более 8 тысяч тонн на подзону Приморья. И в итоге общерекомендованный объем наука Эквилова в этом году у нас составил 92 тысячи тонн, то есть объем очень большой. Предполагалось, что порядка 30% этого объема будет освоено в северо-хатамурской подзоне, это реки, впадающие в Охотское море и побережье, прилегающие к Хабаровскому краю. Более 60% это объемы рекомендованные были установлены для реки Амура и Лимана и около 10% для подзоны Приморья. Вы уже сказали, да, что у нас неблагоприятно сложилась промысловая остановка на промысле Горбуши под зоной Приморья и Амурском Лимане, то есть научные прогнозы не оправдались. Ну, в этом году очень хорошо сложилась путина на Камчатке, то есть наша Горбуша, она ушла все в реки Камчатки. По итогу у нас общий объем вылова 43,6 тысяч тонн, неплохо в этом году сработала у нас северо-хатамурская подзона, там было рекомендовано к вылову 24 тысячи тонн, а фактически освоено 21 тысяча тонн, то есть это более 80% очень хороший показатель. Ну, вот в прошлом году были разговоры, что сетями просто перегородили ход рыбы, вот сейчас за этим следят? Ну, следят и сейчас за этим, и следили и все предыдущие годы, потому что у нас есть уполномоченные контрольные надзорные органы, это лице Амурского территориального управления Росрыболовства и пограничного управления, которое осуществляет свои контрольные надзорные функции в приближных районах. В отличие по итогам лососевого пути 2017 года в связи с большой промысловой нагрузкой, которая сложилась в первую очередь на популяции хекианских лососей амурских, были внесены существенные изменения в правила рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Они в первую очередь, конечно, коснулись ограничительных мер по существованию промышленного рыболовства. Меры эти существенные. В частности, было запрещено полностью использование применения ряда орудий ловы, это плавные сети с подвесками и ставные сети. Были существенно ограничены и длина плавных сетей, и размеры стационарных орудий ловы, ставных неводов. Были существенно увеличены расстояния между плавными сетями. Установлен запрет на использование на одном рыбопромысловом участке одновременно плавных и ставных орудий лова. Также были ограничены размеры сетей до 30 метров при осуществлении любительского спортивного рыболовства гражданами. То есть, меры были значительными. Кроме этого, в целях обеспечения захода производителей лососевых на естественные нерестилищи, базовые реки лососевых рыбоводных заводов, которых у нас на Амуре-3, принимались заполнительно-ограничительные меры комиссии по регулированию анодромных видов рыб в Хабаровском крае. То есть, были установлены так называемые проходные периоды. Их было... Весь Амур был разбит на несколько участков. По 2-3 дня в неделю были эти проходные периоды. Они были установлены по рекомендациям науки таким образом, чтобы рыба, которая заходит в какой-то определенный день, ей создавался такой коридор, чтобы она на всем пути своей миграции, свободно могла проходить и не облавливалась. Эти ограничительные меры в период Путина с учетом рекомендаций науки у нас регулировались, они ужесточались. Вот эти меры, которые были приняты и путем внесения изменений в правила рыболовства, и то, что устанавливает ограничительные меры комиссия по регулированию добычи анодромных видов рыб, конечно, их действенность, это пока же только время, однозначно можно сказать, что промысловая нагрузка снизилась, и уже это положительно отразилось на работе лососевых рыбоводных заводов. Если у нас в прошлом году, в 2017-м, было заложено немногим более 30 миллионов штук икринок осенней киты, то в этом году этот показатель превышает 57 миллионов, то есть фактически этими заводами выполнено задание по закладке икры. А вот относительно проекта «Доступная рыба», потому что этот вопрос многих интересует, какая рыба входит в этот проект сейчас? Ну, по проекту «Доступная рыба» я просто хотела немножко еще дать пояснение, в чем заключается этот проект. То есть этот проект, его цель основная – это исключить посредников между производителями рыбной продукции и торговлей. Наши предприятия рыбодобывающие, они снижают, продают в рамках этого проекта продукцию свою по ценам ниже рыночных, причем бывает, что значительно ниже и на 30, и на 40, и на 50 процентов. Предприятия торговли, в свою очередь, берут обязательства по ограничению торговой надбавки, 20 процентов она составляет. Участие в этом проекте добровольно, и предприятия, которые в нем участвуют, как со стороны торговли, так и наши рыбодобывающие предприятия, никаких льгот или преференций от государства не получают. То есть они, по сути дела, берут на себя такую определенную социальную нагрузку, понимая, что они живут на этой территории, работают здесь, и чувствуют свою социальную ответственность. В рамках этой программы у нас в основном поставляется продукция из видов рыб, которые вылавливаются в прибрежном рыболовстве и в реке Амур. То есть в первую очередь это лососевый, это наиболее массовый вид, который пользуется спросом населения. Кроме этого у нас в реке Амуре добывается корюшка, и навага в северо-хатамурской подзоне, это в Тугуру-Чемиканском районе. Вера Владимировна, спасибо большое, что ответили на все вопросы. Напомню, что у нас в гостях была Вера Гули, исполняющая обязанности председателя комитета рыбного хозяйства Хабаровского края. Продолжение следует...